Библейский портал экзегет.ру представляет 92-й псалом для библейского портала Экзегет, читая перевод российского библейского общества. 90-й псалом такой ликующий, торжествующий, задал тему, которая теперь будет продолжаться в других 90-х псалмах. А и 92-й, маленькая реплика в этом разговоре, 90-й это очень сложно устроенный псалом, где у нас хор, праведник, вообще-то не совсем праведник, а скорее просто человек, который прибег к Господу, предводитель этого хора и Бог, говорят друг с другом. 91-й простая субботняя песня, где вот те, кто собрались в этот день молитвы и отдыха, они просто славят Бога и говорят, как хорошо расти в его дворе, быть деревом, растущим в его дворе. Но 92-й маленькая реплика о том, что Господь, он велик и все. Господь царь, одеяние его слава, пояс его облачения, мощь. Мир стоит и не дрогнет, и твой вечный престол не зыблем, ты от начала времен. Шумят потоки, Господь, шумят потоки, ревут, потоки ревут как гром. Не так страшен пучин и рев, не так страшны морские валы, как могуч Господь в высоте. Наставление твое не зыблем, и твой храм Господь навеки украсила святость. Ну вот и все. Очень краткая молитва. Вот иногда бывают молитвы сложные, драматические, с большим чувством, с какими-то вот разными сложностями, оттенками. А здесь, Господи, как же ты велик, как ты прекрасен, как на самом деле вот постоянно твое величие. Противопоставляются потоки, которые шумят, ревут, и Господь в высоте. Потоки, вода, вообще очень частый образ. Ну, какой-то стихии хаоса, вот какой-то силы, которая неподвластна человеку, которая вот его пугает. Ну, в конце концов, действительно, море оно затапливает иногда. А вот ты, Господь, навеки не зыблем, и, в общем, это все, что нужно сказать в данном псалме. Тут и комментировать особенно нечего. Правда, встает вопрос, если Господь такой прекрасный и великий, то что же делать с тем, что на земле они все так прекрасно и не все так хорошо устроено. Вот об этом будет следующий 93-й. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok